Всем привет! Выбрался в лес, посмотреть что тут да как тут, построить может какие-то деревяшки интересные. Ну так, как это, не формат такая тема, общение вживую, образно говоря. Ну что хотел сказать. Деревяшек тут полно разных, каких хочешь на выбор. То есть для каких-то подделок сейчас что-нибудь насобираю интересного, в будущем что-нибудь будем с ними творить. Поговорить, может, о своем, вообще не о своем, как говорится, а вообще о столярном сообществе. Людей много. Когда я начинал, я вообще никого не знал. Все начинал сам, пытался, учился, а потом разнакомился. Ну и тут расскажу о тех каналах, с которыми, в принципе, как можно сказать, начинал, с которыми познакомился за то время. И как это все происходило и продолжалось. Когда я начинал, один из первых каналов, который мне понравился, из-за которого я начинал, можно сказать, много чего делать и брать идеи, это был канал «Позитивная парочка». Я думаю, многие знают, у них много подписчиков, интересный контент, интересно снимают, интересно сооружают. Мне нравился из-за того, потому что я тоже люблю что-нибудь делать такое нестандартное. Понятно, что у меня уровень намного меньше, то есть я сильно такие габаритные изделия не делаю, у меня попроще. Ну, тех, кто не знает, я ссылочку оставлю в описании, посмотрите. Я думаю, вам очень понравится. Ну, дальше еще какие бы у нас были каналы. Был канал еще Александра Харлова. Он тоже знаком с ними, мы как-то тоже так разнакомились, общались. Это началось вместе в конкурсах, участвовали в этой же «Позитивной парочке». Ну, конечно, я не сильно и выигрывал, пролетал, но сам факт, просто было самое интересное самоучаствие, пообщаться с людьми, поузнавать новых людей. В принципе, было интересно. Я на его канал подписан, тоже смотрю за его. Он больше работает железом, но много и с деревом, тоже интересные штуки клепает. То есть, в принципе, каждый найдет свою интересность в каждом канале, потому что не можно так, чтобы был канал интересен полностью всем. В любом случае, будет кому интересно, а кому нет. Ну, еще были, какие у нас еще были каналы интересные. А еще канал, с которым, в принципе, начинали почти одинаково, может, кто-то из нас раньше, может, кто-то позже, я точно этого не уточнял. Роман Форест. Чем-то он мне напоминает даже по названию Форест Лампа, которого тоже многие знают. То есть, ну, даже чем-то у них бывает и похожее изделие чем-то. Даже, наверное, так же самое тоже в такой камуфляжной форме работает. Ну, не в обиду никому сказано. То есть, ну, что изделия, что у того, что у того классные. То есть, тоже интересно. Каждый найдет свое интересное, что там, что там. Ну, сам факт просто. Канал интересный, тоже давно уже знаем друг друга. Переписываемся. То есть, в принципе, как говорится, следим за работами друг друга. Какие у нас еще есть каналы интересные? Идем дальше. Еще есть канал Владимир Натынчик. Тоже давно на него подписан. Тоже слежу. Наверное, я чуть раньше начал, чем он. Еще помню, как-то пытался что-то подсказывать. Ну, не по контенту, а как, что можно правильно. Потому что мне уже в свое время подсказали. То есть, я уже чуть лучше знал. Ну, человек тоже делает интересные вещи. Тоже уже давно там же и по подписке меня обогнал. То есть, человек рвется вперед. То есть, если людям нравится, люди подписывают, значит, интересный контент. Тоже так же самое ссылки на все каналы будут в описании. То есть, уже такие популярные каналы я даже обсуждать не буду. Ну, смысл. Люди их и так знают. То есть, у них много подписок. Ну, такие, да, как в «Любишь ли ты инструмент» Володя, который мне линейки подарил. То есть, его и так все знают. Все его линейки и так знают. Там, полмира знает его линейки. То есть, ну, классно делает. Дима Довженко, который мне очки подарил. То есть, мастер. Конечно. Как смотрю на его работу, мне такое чувство. Ну, и вообще, конкретно так халтурю. Просто ужас. Даже аж самому стыдно. Хоть бери-то не смотри. Потому что потом не хочется ничего делать. Но приходится. Приходится смотреть, наоборот, и пытаться себя улучшать. Делать все лучше, лучше, качественнее. То есть, до каждой мелочи доколупываться. И, наоборот, все это доводить до идеала. Так, идем дальше. Что у нас дальше по списку, по каналам? Да, еще есть канал Сергея Владимировича. Так и называется канал. Ну, я так все понимаю, что это и есть Сергей Владимирович, Серега. Он всегда крепает, в основном, на токарке всякие приколюшки. Это его фишка, приколюшки. Чтобы все понимали. Да, я и сам эту фразу начал цеплять в последнее время. Так что, тоже посмотрите. Тоже прикольно делает и всякие вазочки, и тарелочки, и открытые сегменты. То есть, тоже, как говорится, начинающий мастер на ютубе. Но тоже очень интересно. Много чего можно посмотреть и заинтересоваться. Понятно, что если мастер крутой какой-то, то ему может быть и неинтересно. Потому что мы все эти хаббисты здесь. Мы смотрим друг друга, пытаемся что-то подчеркнуть, что-то кому-то подсказать. То есть, ну, такой уровень, чтобы все понимали. Вот, я хаббист, сижу в лесу, да, сейчас ищу всякие поделки. Был бы я мастером, сидел бы я в лесу. Я пошел бы себе уже, накупил бы пару кубов материала. Да куда там? У меня вот с моим объемом мастерской всунешь туда пару кубов материала, и все. Туда больше не залезешь. Никак. Это будет место хранения дров. Ну, и мыши, наверное, бегать будут. Ладно, мимо темы проехали. Так, идем дальше. Ну, Столяра Петровича вы и так все знаете. Ну, ссылку я оставлю в описании, если кто-то заскочил случайно, не видел. Тоже токарь. Отличный, шарит конкретно. Ну, и кроме токарки еще делает всякие изделия. Ну, то есть, говорится, каждый найдет себе интересное на канале, посмотрите. Потом с кем? Ну, еще с много людьми познакомился. Юра Ахманюк тоже делает классные кровати и все. Ну, тоже канал есть, я ссылку оставлю в описании. Кто? Игорь Статкевич именно по резьбе. То есть, мало кого я встречал, кто занимается не ЧПУ резьбой, а именно ручной. То есть, ну, делает классно. То есть, именно, как говорится, мне взяться бы так... Такого бы накосячил, наверное, что дальше я хотел бы даже из-за этого пробоваться. Ну, кстати, хочу попробовать что-нибудь, хотя бы попробовать что-нибудь вырезать. Ну, посмотрим. Может, что-нибудь будет толк с меня, а может и нет. Так, еще канал Сергей Базарский есть. Квентливуд. Если правильно выговорил, язык заплетается, холодно немного в лесу. Тоже канал. Он клепает доски, разделочные доски. Там таких разных форм невероятных. То есть, тоже на канале можно посмотреть, там... Бывает, рассказывает, как правильно обработать, как склепать, какие материалы происходят. То есть, уже людей наперечислял из трех государств. То есть, может, я кого-то и забыл. Ну, ничего. Если я кого-то забыл, значит, специально запишу еще один выпуск и сделаем еще один выпуск тех, про кого забыл. Вы там, если что, будьте в курсе. Ну, так, что я хочу сказать. Всем, кому интересен такой формат, пишите. То есть, будем, если что, вживую что-нибудь записывать, общаться. Можно на какие-то вопросы отвечать. Хоть и не специалист, но по какой-то мелочи на что-то смогу ответить. А так, всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok